Девушки отдыхают Все последующие выпуски Ну, не будем тянуть время зазря Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра Как и предыдущий четвертый выпуск, этот мы начнем с релиза Вышло обновление модификации Последнее лето Во вторую главу добавлена концовка арки Угасания Впереди осталась арка Ювау и три секретных Об этом гласит схема разработки второй главы Которую можно найти в группе проекта Мод двое Обзавелся сюжетным дополнением для Эры Лены DLC короткое, но в целом Интересное Если вы другого мнения, на вкус и цвет фломастеры разные Сильное заявление Проверять я его, конечно, не буду Тен и Тим все-таки учли свои ошибки И как следует взялись за разработку Так давно обещанного проекта 25 лет спустя От которого мы на текущий момент Увидели только пролог Он же день нулевой А еще отпраздновали годовщину С момента создания команды И сразу же уточним День основания команды моды И день начала разработки Две разные даты Не путайте Не путай По такому случаю были показаны концепты новой героини Которую рисует небезызвестная художница Риза Писка Которая нарисовала и первого персонажа мода Машу По сюжету Дочь Ольги Дмитриевны А ребята из отдела нелинейного счастья Публикуют три варианта прически для обновленных спрайтов Ульяны Из мода спасения разумов А также спрашивают подписчиков Какой из них лучше На момент публикации данного выпуска Большинство респондентов проголосовали за первый вариант Его же можно увидеть на экране Клауд Проджект Работающий над модом Бесконечное лето продолжение истории Сообщили о том Что им жизненно необходимы сценаристы Способные придумать что-то необычное и интересное Кстати Поскольку я являюсь художницей данного мода Не могу не порекламировать здесь второй аудиоподкаст Опубликованный в моей группе 13 попыток нарисовать прямую Посвященный как раз таки истории БЛПИ А также о дальнейших перспективах Как моих, так и всей остальной команды Заходите и слушайте Следующая тема, на которой я бы хотела поговорить Это бесконечное лето И мод, в разработке которого я участвую Это продолжение истории Как я вообще познакомилась с бесконечным летом Что я там делаю Также хотелось бы рассказать вам о комической ситуации Которая когда-то произошла в нашей команде Мода Которую, кстати, до сих пор некоторые Как-то неправильно О ней думают, что ли Короче, не знают того, как все было И при этом осуждают нас В общем, не делайте так А теперь небольшой блиц Мод «Повесть о наблюдателе» набрал в Steam Workshop 500 подписчиков Наш паблик преодолел рубеж в 1500 подписчиков Будни по-пионерски получили 5 звезд в Steam Workshop Orange Lighting Studios рассказали о задумке, связанной с подачей описаний персонажей моды Либо при выходе на рут, либо же публиковать его непосредственно в группе Третий день мода «Буря потерь» почти завершен Не хватает лишь пера спрайтов Авторы нелюбимого многим проекта «Бесконечный холод» Еще в прошлом году инициировавшие отход сюжета от вселенной «Бесконечного лета» Объявили поиск сценаристов Основным критерием назначили желание работать непрерывно А также непрерывно генерировать новые и интересные идеи Которые бы удачно вписались в новую оригинальную вселенную БХ 20 марта вышла долгожданная пятая глава визуальной новеллы «На кровью света» Об его анонсе мы рассказывали в одном из прошлых выпусков Примечательно то, что авторы наметили выпуск обновления на день весеннего равноденствия Который обычно символизирует наступление весеннего сезона Cupcake Time Team представили новый трек из одного из грядущих проектов А также показали готовый спрайт персонажа по имени Мишель Поскольку авторы уже о нем рассказали немного ранее О чем можно прочитать в группе команды или текстовой версии дайджеста за предыдущие недели Из других важных деталей стоит отметить то, что уже проработан пролог и три рута из четырех запланированных А также особенности постельных сцен и продолжительность пролога от трех до пяти часов Внушительные цифры, не так ли? Это точно! Завершен перевод новеллы «Сопредельные острова. Право на жизнь» на английский язык Это одна из вполне обычных процедур, необходимых для успешного релиза игры в Steam Который, кстати, назначен на первые числа мая этого года Немного о разработке новеллы Сурмы, который руководит уже упоминавшуюся в этом выпуске Риза Так, готово три из четырех пост для спрайтов одного из ключевых персонажей по имени Табита А еще ищут фановика, так как предыдущие... Ну, в этой ситуации мы просто наша... это самое... мы уже... здесь наша полномочия и все Шейдстим учли мнение тестеров и приняли решение Не выпускать продукт в таком состоянии Соответственно, будет проводиться редизайн фанов и редакция отдельных сюжетных моментов и доработка персонажей Конкретных сроков релиза не сообщается, так как впереди пора экзамена Плюс неизвестно, как пойдут дела у разработчиков после них Где ты был-то? Напоследок небольшой блиц, связанный с проектами на данный момент находящимся в Steam Greenlight и не только Мрак Студио сообщает о довольно мелочных событиях, вроде работы над новым фоном и спрайтом Или редактурой очередного куска текста А также публикует две статьи, написанные в рамках ивента Novel and View Marathon 2017 Хоррор-новелла «Зайчик» попала в сотню наиболее популярных проектов Greenlight на данный момент Также в Steam попала новелла «Теория страха» Ее выход намечен на 30 марта А еще на момент выхода данного выпуска в паблике визуальной новеллы ВКонтакте Проводится розыгрыш трех копий игры One Day in London А также третьего эпизода, который также выйдет 30 марта Переходите по ссылке в описании, делайте репосты И, возможно, именно вам повезет одним из первых оценить весь масштаб проделанной Овл Студио работы Но это не точно Или точно Или дина На сегодня у нас все Спасибо за просмотр данного выпуска Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках и других роликах на канале Всего хорошего и до следующего воскресенья И помните, у нас лампово и познавательно Субтитры подогнал «Симон» Мод двое Обзавелся сюжетным дополнением для эры Мод Проекта 25 лет спустя От которого мы на... И безызвестная художница Риза Писка Риза Писка Будни по-пионерски получили 5 звезд в сим... Еще? Мрак Студио сообщает о довольно мелочном со... Никита, что ты пишешь? И помните, у нас тепло и познав... И помните, у нас лампово и познавательно Субтитры подогнал «Симон»